Здравствуйте, дорогие зрители! Вести утро Карачаева Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2, в горах минус 4, минус 9. Днём плюс 1, плюс 6. И местами минус 4, плюс 1 градусов. На дорогах Гололедица. В Черкесске небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 2, днём плюс 2, плюс 4 градуса. На дорогах Гололедица. В образовательных учреждениях Карачаева Черкесии прошли мероприятия, посвященные функциональной грамотности. То есть применению на практике ранее полученных теоретических знаний. Одна из таких встреч специалистов состоялась в 6-й гимназии Усть-Жигуты. В числе почётных гостей – мировой рекордсмен по пауэрлифтингу Алан Батчаев. Подробности у Артура Мхце. Врага почула, и вой, протяжный, желатный как стон. Раздался труп, и начал он сердето лапы рыть песок. В Усть-Жигутинской 6-й гимназии идёт занятие. Ученики выразительно декламируют одно из произведений Михаила Лермонтова. Правда, на этот раз за читательской грамотностью ребят наблюдают специалисты регионального института повышения квалификации работников образования. По словам экспертов, практическое применение ранее полученных знаний занимает важное место в системе обучения. Будь то чтение стихов, изучение физических и химических свойств воды или использование в образовании функционала искусственного интеллекта. Это такой вид грамотности, который учит и детей, и нас в том числе. Быть социально успешными, уметь адаптироваться к любой ситуации, житейской, профессиональной ситуации, учебной, воспитательной, неважно какой. Потому что функциональная грамотность включает в себя формирование навыков и предметных, и так называемых метапредметных, то есть общих для всех предметов. Приобретенные на уроках знания могут оказаться бесполезными, а могут помогать реализовывать проекты различной степени сложности. И функциональная грамотность дает теории практически смысл. Сегодня эта тема очень актуальна. Сегодня без функциональной грамотности не только учителя, дети не могут обходиться. Поэтому мы должны в новой сфере работать, новшества вводим в нашу школу. Поэтому Министерство образования решили еще раз дополнительно проводить это мероприятие. Не только в нашей школе, оно проводится и в других районах. Разумеется, лучше всего ориентироваться на тех, кто уже прошел определенный путь к достижению высот. В рамках семинаров по функциональной грамотности школьники нередко общаются с успешными в той или иной сфере людьми. Так, учеников этой гимназии посетил победитель Кубка мира по пауэрлифтингу Алан Бачаев, на недавнем европейском спортивном форуме, установивший новый мировой рекорд в строгом подъеме на бицепс. Его пример дороги к успеху может быть полезен кому-то из ребят. Своими впечатлениями от сотрудничества с Аланом поделился и его наставник, директор гимназии Хасан Архагов, являющийся заслуженным тренером Карачао-Черкесии. Когда я Алана взял, первое, что мне в нем понравилось, в категоричной форме, он очень-очень внимательный. Дисциплина. Раньше наши поколения, наши дедушки наши обучали нас, учили нас. «Кавказец должен быть мужественный, храбрый, немногословный, решительный». Такие мероприятия крайне необходимы в первую очередь для обмена практическим опытом, для успешной работы по формированию у школьников республики представлений о функциональной грамотности. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке, а затем программы черкесской редакции. А 14.30 вместе с Дарьей Тендит смотрите «Вести». Удачного дня и до встречи.